Икона Божией Матери Неопалимая Купина, покровительница и заступница белорусских спасателей, сегодня в Бресте. Не случайно символика службы повторяет иконописную композицию и цветом, и формой. Божья Матерь в образе ветхозаветного несгорающего куста – символ огнеборцев. И для брестских спасателей встреча с иконой в преддверии юбилея службы – важное событие. Накануне митрополит Вениамин передал, естественно, по чрезвычайным ситуациям, икону Божией Матери Неопалимая Купина. В Министерстве принято решение о проведении воздушного крестного хода, и в Брестскую область первая, которая принимает икону на своей земле. Как известно, эта икона является не только покровителем пожарных спасателей, но она еще и защищает людей от пожаров. Поэтому мы надеемся, что это та помощь, которая поможет сохранить жизнь и здоровье наших людей. Торжественный молебен с участием работников МЧС прошел в гарнизонном храме святителя Николая Чудотворца на территории Брестской крепости, что особенно символично. Далее икона отправится в Гродно и другие областные центры страны. А 19 июля завершит путь в Минске и будет передано министру по чрезвычайным ситуациям Вадиму Синявскому. В этом году отмечается 170-летие пожарной службы. За эти годы многие люди делали все для того, чтобы помочь ближним, спасти ближнего, имущество и самое главное – жизнь. Жизнь – это великое дело, это подвиг, и вы являетесь достойными продолжателями этого великого служения. Икона, освященная митрополитом Минским и заславским патриаршем экзархом Вениамином, получила благословение и архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна. А значит, с Божьей помощью и молитвой верующих убережет граждан Беларуси и тех, кто каждый день рискует жизнью, спасая других. Роман Аншиц, Полина Горщарик, телерадиокомпания «Брест». Роман Аншиц, Полина Горщарик, телерадиокомпания «Брест».